61. Очень люблю черный цвет, но он не входит в мою палитру. Пробую соединять ключевые цвета из моей палитры, цвета, не входящие в нее. Так, ну смотрите-ка, помните, да, нам от черного не так уж и много надо. Нам всего лишь надо чуть его смягчить. В целом, когда вы дали хорошую поддержку оттенком помад, когда вы дали, вернули корни волос, так сказать, в практически идеальный оттенок, можно, в общем-то, сказать, что, ну и бог с ним, достаточно, достаточно усилий. Либо можно подумать и поработать, что еще в этой зоне, да, брошь, пуговички интересные, да, что еще может поработать на вас. Ну вот я просто подрисовываю, да, либо здесь какой-то нюанс, да. Любое смягчение нейтрализует агрессивность черного цвета и позволяет нам снова вас видеть приоритетно, да, потому что черный цвет сам по себе для темного лета немного агрессивен, если он не мягкий, да, и он начинает выступать вперед, как бы наезжать, да. А если мы берем и смягчаем, да, может быть, какой-то накладной воротничок, может быть, украшение, может быть, шарик, что-то такое, что небольшую деталь смягчения несет, мы понимаем, что снова лицо выходит на первый план, а одежда играет свою, ну, так сказать, логичную, свою правильную роль поддержки и оформления внешности. Так, розовый и оранжевый – это же аналоговые, получается, все равно надо их соединять. Вот смотрите, там можно тоже соединить, но там будет немножко сложнее. И почему именно аналогичную схему я не брала в случае красных? Потому что с красными, мы всегда помним, да, они все с претензией на успех, с претензией на то, что они самые главные. Если мы берем три красных, это усложняет задачу, нам придется их всячески уравновешивать. Они еще и у вас разных оттенков светлоты. То есть эта задача решается сложнее. Ее можно решить, но она решается более сложным путем. Поэтому путь такой может быть. Но я вам стараюсь сейчас показывать наиболее кратчайшие пути достижения, успеха, так сказать, и результата. Более сложные оставляю все-таки для заморочек стилистам, чтобы вы не отказались от этой идеи искать гармонию. Вот такой ответ. Так, я немного не поняла. Ведь антрацитовый не входит в список ключевых для темного лета. Так, а почему он у вас не входит в список ключевых для темного лета? Интересно. Может быть у вас карточка куда-то не туда была поставлена. Вообще всегда входил. Именно антрацитовый, не черный. Именно такой темно-серый. И мы можем очень легко, так сказать, найти логическое пояснение. То есть как раз именно, сейчас секундочку, антрацитовый, находящийся, да, вот я вот здесь аналог возьму, да, находящийся не в глубине. Вот эта часть антрацитовых, это ваши ключевые тона. Он одновременно является и ключевым, и нейтральным. Смотрите, почему еще мы пришли к необходимости в том числе палитр диапазонов? Потому что когда раскладываются карточки и цвет, например, то же самое будет у, допустим, мягких колоритов, мягкой осени, да, будут, например, цвета, которые одновременно будут играть роль и нейтрального, и ключевого. У светлых колоритов будут цвета, которые одновременно попадают в две категории. Вот когда нам приходится таким образом принимать решение, да, мы относим его в ту категорию, где он будет самым, ну, скажем так, востребованным. То есть вот в вашем случае антрацитовый цвет играет две роли. Он является и ключевым, и он у вас, он у вас должен быть, проверьте, откройте наши занятия. Он у нас есть в подборке ключевых. Когда карточки нам приходится, все-таки одну карточку не разрежешь пополам, два раза ее не вложишь, поэтому в случае, так сказать, вкладывания нам приходится выделить ключевые, те, которые еще являются нейтральными, мы их вносим в нейтральные. Но по-прежнему антрацитовый цвет играет. И там есть антрацитовый. И это как раз должно у вас, то есть пересмотрите наше занятие, там есть в подборке тоже антрацитовый оттенок. Вот рядом там с фиолетово-серым, да, с бордовым, сине-зеленым там и так далее. Да, белый в нейтральных будет. Потому что иначе мы выгребем, у вас тогда не останется нейтральных, ну, или они изрядно уменьшатся, например, в светлой части у вас не будет, у светлой зимы нейтральных, в темной части вы останетесь без нейтральных. Разобрались? Поэтому поздравляю вас с дополнительным ключевым оттенком. Фактически вы можете любить... В качестве антрацитового, в качестве ключевого, вы можете любой черный, да, либо изначально брать его слегка припудренным, да, то есть в таком варианте мягкого черного, да, прямо его перетягивать на сторону антрацитов, либо дополнять его вот такими элементами, играть на нюансах черного, тогда он будет вам служить как прекрасный, великолепный ключевой оттенок. А вы, если вспомните, мы обсуждали в том числе у нас историю одной из участниц, почему черный там подходит или не подходит, какому лету, и говорили о том, что из всех летних колоритов черный наименее опасен для темного лета. Что именно темное лето, в принципе, используя мягкий черный, либо слегка его, так сказать, обыгрывая деталями, вообще минимальные потери по поводу черного цвета. И нету этой резкости. Не только на примере Екатерины. Был еще у нас разговор по поводу как раз, так сказать, попадания в колорит или нет. Ну, пересмотрите, девчонки. У нас очень много было интересных моментов. И вот здесь как раз, когда первый раз смотришь, все равно что-то ухватывается, что-то пропускается. Меньше двух-трех раз, если вы посмотрели записи наших занятий, я вам сто процентов гарантирую, вы что-то могли упустить. Пересмотрите. Большая радость в доме. Да, почти черный. Вы практически одеты, потому что он и нейтральный, и мы никуда от этого не денемся. Он и ключевой антрацитовый цвет в вашем случае. Я рада сделать вас сегодня еще немножко счастливее. Супер. Двигаемся дальше. Например, ну, что это может быть, да? Ну, давайте пофантазировать. Какие вы цвета любите? Какие у вас цвета любимые? Просто немножко поколдуем. Да? На вот этом сине-зеленом, да? Просто мы сейчас выйдем из этой, ну, как сказать... Из этой глубины. Что ж ты тут делаешь? Давай-давай. Так. Ну. Так, из этой глубины и немножко с ней. Ну, можно и так было оставить. Ты здесь добавила много, помимо вашего нейтрального, да? О нейтральном, что я говорю. Помимо вашего ключевого, добавила несколько ярких, да? Более светлый, производный от вашего ключевого цвета. Просто, чтобы вы почувствовали, что мы ничего не потеряли. Ничего не потеряли, но при этом... Ничего не потеряли в плане присутствия ключевого. Он остался. Но при этом посмотрите, как изменился образ. Как изменилось настроение образа. И второй пример. Давайте, если вы хотите пыльный розовый, давайте туда шагнем. Так. Пыльный розовый и бежевый. А мы немножко добавим нежнятины такой, да? Давай же. Да, вот. То есть, где-то больше, где-то меньше. Тоже, пожалуйста. То есть, смело надо выходить за те границы, которые, так сказать, мы вам обозначили. Почему? Потому что ключевого оттенка достаточно небольшое количество, но при этом вы можете дальше образ оживлять другими оттенками. Посмотрите, разные впечатления у нас получились. Посмотрите, пожалуйста. Мы взяли за основу один и тот же цвет. Мы добавили какого-то принта в нашей палитре или не в нашей, но достаточно гармонично всё соединено. И мы получили совершенно другую эмоцию, совершенно другие ощущения. И каждый из этих образов очень сильно отличается по эмоциональной составляющей. Согласны? Ну вот, Екатерина пишет чуть выше. Чёрный пробовала приручить за счёт коричневого, но именно в тёмной гамме. Но вы знаете, чёрный с коричневым – это один из наиболее тяжёлых. Такой вот низкий минор – это я термин беру из цветовых сочетаний. Если кто у нас приобретал комбинатор цвета, вы поймёте, о чём я говорю. У них отдельный мастер-класс по цветовым комбинациям минор и мажора в цвете. То есть мы там учимся как раз со светлотой и глубиной работать с позицией эмоции цвета. Так вот. И, кстати, по-прежнему, если кто-то приобретает комбинатор цвета, вы пишете, участвуете в одном флешмобе, присоединяете своё сообщение. И мы также дарим этот мастер-класс. Это всё по-прежнему в силах. Так вот. К чему я? К тому, что чёрный с коричневым – это полная депрессия. Не надо нам туда. Поэтому лучше серым, нежными, яркими цветами, комбинируя свой ключевой с какими-то вкраплениями светлых, мягких, ярких, лучше вот так выводить из чёрного, либо просто мягкий чёрный, который переходящий в антрацитовый. То есть очень интересные разные эффекты, совершенно разное настроение. При этом в основе чёрный, но мы его развернули. И я вам могу ещё 20 таких вариантов нарисовать, чтобы вы понимали, что это вообще не предел мечтаний. Можно так закрутить, причём, пользуясь как своей палитрой, так и выходя. Но в первую очередь освоите свою. Выходя за рамки палитры, просто помните, что надо цвета соединить с друг другом в какую-то общую структуру. Да, конечно, это гораздо интереснее, чем просто два тёмных. Два тёмных – это достаточно тяжёлое, печальное, так сказать, тело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!